Таким замечательным псалмом вы начали это утреннее служение, и сердце мое от радости содрогнулось, и сказал я в Духе Своем, благословенно, это Церковь, ибо Господь здесь. Хвала ему! Господь сегодняшним утром проговорил нам через братьев, и мы знаем и уверены в истинности этих слов, ибо это Слово Божие, оно открывается нам Духом, истинно всегда открывается нам Духом Божиим. Мы люди духовные, мы живем Духом, мы водимые Духом, поэтому мы должны всегда во всем слушаться Его. Я хочу передать привет от Кишиневской Церкви, вашей Церкви, Божьих благословений, и хотелось бы прочитать Римлянам 12, глава 1 и 2 стих. Там написано такие слова. «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела вашим, жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». Когда мы будем иметь живое общение с Господом, ежедневно, ежечасно, ежеминутно, когда мы будем ходить подимые Духом Святым, нам всегда будет открываться истина. Как нам жить? Как нам творить? Если вы мне позволите, еще одну минуту, я хочу вам прочитать, как бы, один салон, очень коротко, 120-й, там написано такие слова. «Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге Твоей. Не вздремлет, хранивший Тебя. Не вздремлет и не спит, хранивший Израиль. Господь, хранитель Твой. Господь, сень Твоя с правой руки Твоей. Днем сердце не поразит, днем солнце не поразит Тебя. Не луна ночью. Господь сохраняет Тебя от всякого зла. Сохранит душу Твою, Господь. Господь будет сохранять выхождение Твое и вхождение Твое отныне и вовек. Амин. Будьте благословены. Слава Богу.